всем доброе утро и добро пожаловать в новое видео я уже на кухне почти все приготовила сейчас будем с вами делать вафли венские вафли но у меня они не венские а такие другая формочка вот обычно такие как венские вафли квадратные у меня была форма но сломалась я выкинула и как то еще до сих пор не купила но думаю в экшене сейчас появились такие формочки вот маленькие на одну вафельку думаю ее приобрести чтобы она небольшая и как бы нормально будет вот но пока не об этом я уже все приготовила сейчас будем делать с вами из интернета я обычно на молоке всегда делаю но молока дома не оказалось я нашла в интернете на сметане получается так что нам понадобится на одну порцию у меня здесь две на я буду говорить на одну на одну порцию сметаны получается 125 грамм мука 120 грамм сахар 60 грамм яйцо куриное одно у меня 2 сливочное масло 20 грамм разрыхлитель 1 пачечка но я думаю что у меня на 2 как раз порции вот этой пачечки хватит здесь 15 грамм и ванильный сахар 1 у меня здесь два в принципе все я приготовила сито потому что я еще муку не просеяла вот в такой баночке будет легче наливать туда в эту баночку и уже здесь форму чтобы ничего лишнего здесь не было а потихонечку вот наливать все но сейчас все быстренько смешаем все миксером перебью и будем печь вафли здесь у меня тоже чечевичный суп давненько не варила у меня старший сын не кушает чечевичный суп но я так знаете сначала хотела сделать картофельный потом решила все-таки еще чуть-чуть чечевицы добавить у меня такая красная чечевица которая быстро варится она уже разварилась в принципе все сейчас буду выключать получается здесь картошка чечевица чуть-чуть масла зелень куриный кубик вот такой вот быстренький но вкусный особенно когда свеженький так первое нам нужно яйца вместе с сахаром хорошо перебить и затем уже добавлять сметану масло и последняя очередь в муку разрыхлитель как вот это все сейчас я это сюда добавлю то не сахара конечно разрыхлитель добавлю муку сразу все хорошо просею когда надо все равно почему-то вот комочками все и будем перебивать вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пышки будут к супу, ну а это уже к чаю. Сейчас будем вместе с вами пылесос мыть. Давненько его уже не мыла, полностью разобрала, мусор уже убрала. Отдельно в пакетик я убираю его, чтобы не было пыли, ничего. Вот это все вытащила. Сейчас это все можно вытереть. И возьмем с собой на работу. Я хочу его полностью, чтобы муж там продул. Там такая штука специальная есть, большой пылесос. Помою, вытру все. И вечером на работу с собой вольнем, чтобы продуть. Даже, вы видите, сколько волос. Когда девочки есть дома, тогда сколько волос получается. Ну а это все можно помыть. Все полностью под водой. Видите, какая грязь. Ужас просто. Это я еще приготовила вот это. Эта щеточка, и все хорошо будет заходить туда и мыть все полностью. Это в последнюю очередь, это тоже убрать. Это мы, когда в ремонт отдавали, ее хотели снять или что, я не знаю. И вот это вот, ни туда, ни сюда теперь висит эта бумажка. Эта сетка эта. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас все вытру вот это и положу возле батареи, пускай сохнет. Всем добрый вечер. Приехали тут к родителям. А здесь у них идет строительство. Два вот этих дома как раз вот обшивают. Столько техники, крам, все, столько всего стоит. Да, Максима? Домой поедем? Домой. Ну, поехали домой. Осторожно. Не хочешь туда? Тут Темин рюкзак стоит еще. Ой, на улице так прохладно что-то. Сколько градусов сегодня? 10 градусов, наверное, да? Аккуратно там мои цветочки. Сегодня с работы опять цветы принесла. Это тещин язык у нас был такой уже. Вот решила. Решили мы с мужем. Муж больше решил. Говорит, надо, не надо тебе? Ну, говорит, давай возьмем. Только что пришла посылочка. Заказала себе землю. И вот это витаминки для зеленых цветов. Заказала землю. Я вперед заказывала. Я вам показывала, что простая земля. Здесь она идет больше как кокосовая, что ли. Ее нужно. Она как прессованная идет. Ее заливаешь водой. И потом получается земля. Это больше для кактусов и суккулентов. У меня не кактусы, не суккуленты. У меня идет... Я вам показывала вот тещин язык. Но вот земля здесь как раз нужна именно для кактусов. Так что сейчас будем сажать. Сейчас я чуть-чуть возьму кусочек. Залью водой. И посмотрим. Много не надо, чтобы было. Заказывала все в Амазоне. Заказала вот такие витаминки в Амазоне. Они намного дешевле получаются. По-моему, я в Кауфланде брала евро 49. По-моему, если я не путаю. Здесь они по евро. Либо была распродажа, либо что. Я не знаю. Ну вот я сразу заказала 5 штучек их одинаковых. Это подходит для зеленых, для всех. Вот. И земля. Сейчас землю замочу. И потом будем сажать. Здесь тоже небольшие покупочки у меня. Сразу я не убрала. Здесь дети продукты разобрали. А это осталось все. Заезжали в Кик. Взяла вот такие вот формочки для яиц. И на стол бывает поставить. И где-то чтобы здесь, когда начинают жарить, они начинают по столу ездить. Стоит 4 евро такая формочка керамическая. И вот такой вот салатник один взяла. Давненько уже смотрела. Думала взять, не взять. Но вот решила взять. Взяла пока одну. Потом, если что, еще одну возьму. И вот такую вот дозу тоже взяла. Это Максу в садик. Расцветка только такая была. И еще две других тоже для девочек. Вот такую вот взяла. Потому что у него такие простые дозы, которые просто открываются и туда ложишь. И там бывает все в перемешку у него постоянно. Особенно он все недоедает. Все назад переносит бывает. И все, все в перемешку. Так бывает вот. Можно ложить в одну там допустим фрукты, овощи какие-то. Сюда допустим все овощи. Сюда фрукты. Сюда какие-нибудь там печеньки. Какие-нибудь еще сладости. И будет очень удобно. Открывать я посмотрела. Сразу в магазине сможет он открывать ее. Да, у нас у сына, по-моему, такая была. Тоже у старшего сына. Вот рассветка вот такая вот. Ну ничего страшного пойдет. И в русский магазин тоже заезжали. Взяла вот такие вот силиконовые формы. Были в желтом и в красном цвете. Взяла в красном. Но надо было еще и брать еще одну. Получается, чтобы было два комплекта у меня. Ну вот что-то я сразу не подумала. Может быть, надо было брать. Ну, говорю, в следующий раз поедем. Если до Пасхи еще успею, то возьму. Вот такие вот тосы. Три штуки идут. Размеры я не знаю. Здесь ничего не пишется. Вот форма 14, 12 и 9,5. Вот такие вот. Стоит 10 евро. Я думаю, это на каждый год будет. И в турецком еще муж взял себе вот такую кофе-рестку. Кофе варить. Она стоит, по-моему, это самая большая, по-моему. Если я не путаю. Там было в трех размерах, по-моему. Ну, цветом только такие были. Вот. Стоит около 4 евро. Вот такие вот покупочки. Вот это все, я сказала, не сказала, все 4 евро. Это 4, это 4, это 4. Для дома. Наши закупочки на этой неделе. Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье. Я здесь мою окна. Меняем сетки с мужем. Новые сетки купили. Здесь у нас такие еще старые были. И вот это вот все. Вот это все нужно сейчас отмываться. И клей здесь остается. И пыль садится за год. По-моему, вот эти сетки было здесь 2 года. Простая сетка. Мы сейчас купили хорошие такие сетки. Потом покажу вам, какие мы поставили. Мы уже закончили. Я и помыла. Муж и сетку поставил, уже собрал. Получается, на железном каркасе сетка. Вот она, получается, идет с наружной стороны. Она ставится, крепится вот здесь вот такими вот штырьками. Вот так вот получилось у нас. Ставится 2 штучки вот такие. Вот это как раз держатель. Мы с той стороны забыли поставить. Вот, ну, поставили как бы так. С одной. Это как ручка. Такие сетки мы купили в экшене. Я их не снимала. Они такие идут большие, железные, по-моему, метр тридцать на метр пятьдесят. И вот они подгоняются, как вам нужно. Обрезается. Сам, сама металлический каркас вот этот вот обрезается. Сетка внутрь вставляется. Сетка очень такая классная. Надолго ее хватит. Не то, что мы простую вот покупаем обычно. У нас так холодно. Сегодня дождь идет мелкий, темно. Вот. Здесь тоже закрыла вот эти вот дырочки вторым скотчем. Потому что оттуда насекомые залазят. Так что, ну, вот так вот помыла, сделала. Сетка теперь стоит. У нас была старая сетка. Еще кошка когда была, она здесь разодрала ее. Мы потом вторую наверх клеили, делали. Но все равно вот так вот, конечно, намного аккуратнее, красиво, когда вот такая вот сетка. Теперь нам надо еще в гостевом туалете поменять. В экшене как раз три сетки было. Мы вот поменяли в спальне, вот у дочи поменяли и в ванной. А в прошлом году меняли во второй половине дома. И вот теперь у нас только гостевой туалет остался. Немененная сетка. Ну, может быть, в экшене будет еще. То купим еще тогда. Доброе утро. У нас сегодня вторник. Ежедневная уборка. Нужно во всем доме пропылесосить. Кроме детских спален. Они сами там это все сделают, когда придутся школы. И в ванной туалете нужно протереть пыль. Потому что хоть протирая, хоть не протирая, там каждый день получается все равно пыль садится. Особенно когда окна открытые, пыли хватает. Так что сейчас пропылесошу во всем доме. Сначала, конечно, уберусь в ванной в туалете. И затем уже везде пропылесошу. И там еще у меня вещи кое-какие высохли. Нужно послаживать их. Так что всем приятного просмотра. Визуально, конечно, чисто. Но все равно видно кое-какие где-то мелкие крошки чего-то. Волос дети с утра собираются. Здесь как бы расчесываются и все такое. Унитаз нужно залить. Я сначала, допустим, один день я заливаю один унитаз. На пару часов, потом, допустим, на следующий день другой заливаю. Как бы, чтобы хорошо постояли. А не так внутри особенно. Там поглубже, где все равно есть, иногда желтое выходит. Так что полностью сейчас этот унитаз залью. Так как вчера заливала тот. Ну и полностью вот эту вот всю технику, сантехнику. Нужно все натереть. Полотенца вчера поменяла. Чистые висят уже. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а вам желаю всего самого наилучшего Всем пока-пока, мои дорогие!